Добрый-добрый-добрый день еще раз. Всем у микрофона друг, это студия игрокам ТВ и мы начинаем трансляцию матча между командой Alliance и командой Empire. По пику команды Empire, я думаю, вы видите все вообще по классике классической. Акс для Йогу, скорее всего, Сайвин забирает себе Тролля, Лоха Дэнс на Тускаре, Веншфул Спирит для Уллыс Фанна Флайя и Квиннов Пейн для Резолюшина. Со стороны команды Alliance первым же пиком залетает Nature's Profit. Не хотели игроки команды Empire сразу его забанить, второго шанса им Alliance просто не дали. Даззл, Слардар, Бейн для Факин Мэда и Виндрэнджер, скорее всего, для Мидера, для Пайката. В прошлой игре Пайкат выглядел очень плохо. Вот прям хуже Пайкат еще не выглядел в последнее время. Пайката просто гнобили на сложной линии, потом в обычных файтах над Пайкатом издевались. Ну и все это дошло до того, что Пайкат у нас еле-еле на 31 минуте первый серьезный артефакт выформил. Выформил его на Квапе. Теперь Квапа в руках Резолюшина. В принципе, Резолюшин ВР-ку наказывать здесь может. Плевал Резолюшин на Виндра, но Твиндрэнджер. Просто запускай себе Shadow Strike и смотри, как бедняга теряет хеллспоинта. Ну, все. В принципе, по пику команды Empire, по распределению героев тут не сложно было угадать. Ничего тут феноменального я не придумал. А по команде Alliance тут, в принципе, тоже все относительно ясно. Адмирал Бульдог забирает себе Нейчерс Профита. Лода, конечно же, фармит у нас на Слардаре. Аки берет Дазла, он постоянно мастер похилить всех. Пайкат ВР-ку берет в мидлейн. И Факин Мэтт будет играть у нас на бейне. Ну что, по расстановке Лайн-Ф понятно, по героям тоже понятно. Относительно единственный вопрос, куда кто отправит триплу. Ну, есть подозрение, что Empire отправится в сложную триплу. В принципе, супер вообще, дамажащая комбинация. И плюс супер мобильный Алоха Дэнс, который через Сноубол. Так, это Энт. Уже очень похоже было на Курьера. Энты просто мерзотнейшие у нас у Фуриона. Это его личное дело. Вот кого в виде Энтов здесь включать. Always Wanna Fly плюс Silent плюс Алоха Дэнс. Подлетели. В Сноуболе дали стан, развалили. Если все так будет работать на протяжении всей игры, понятное дело, что триплу команда Empire выиграет. Пайкат. С Факин Мэдом и Аки спускаются с хайграунда. И Лода подходит здесь. Четыре против четверых. И почему-то назад сдала команда Empire. Ну что, врыв пошел на Аки. Аки у нас через Shadow Wave. Аки, скорее всего, умрет. Но перед этим Always Wanna Fly разваливается. И Silent на лоу ХП. Отпивается Silent. И Silent в итоге выживает. Хотя Лода за ним. Плюс Пайкат за ним. Пайкат забирает роль Варлорда. Два в один подрались. В пользу для команды Alliance. Забрали ФБ. Забрали два фрага. 417 голды для них. 250 экспириенс. Для начала прям великолепно. Все для коллектива Alliance. Не участвовал в файте Адмирал Бульдог. Но денег особенно там не заработаешь. Икспытак. Тем более, баунти руна и то подороже, чем сделать ФБ. Что, в общем-то, удивительно. Но факт. Йоку в соло против Адмирала Бульдога. И Адмиралу Бульдогу здесь должно быть не сладко. У Акса, если что, есть танго проедать. Например, спруты энты, которые бьют у нас по Аксу со стаутшилдом. Это вообще прям подарок для Йоку. Ну и... У Адмирала Бульдога, в общем-то, ситуация не самая комфортная. Как только Акс его загорит и еще пару ребят вокруг себя, то команда Эмпайр, в принципе, еще один фраг получит. Трипла из Туска, из Венги, из Тролль Варлорда. Ловят здесь Лоду. В Сноуболт сразу же застовывали у нас Лоду. Лода в итоге отправляется в Ставерну. И это 2-2 счет на данный момент. Туск на ЛОХП, но, в принципе, живой. Туск отсюда уходит. Always on a fly. Хиль Туска. Нет, не хилит. Лода прилетает сюда. У Лоды, по-моему, какой-то крутой ТП. Это все через интернешноловские штучки все эти делается, как я понимаю. Так, селедка. Селедка, селедка. Это неужели у всех такие ТПшки теперь дерзкие? 2-2 счет. По Галде Альянс выигрывают 250. По Экспириенсу проигрывают Альянс. Проигрывают более 200. На ранних ловелах, в общем-то, неплохо. Виндрейнджер у нас. На ЛОХП, Шадоу Страйк есть по Пайкату и Резолюшн. Один удар от Адмирала Бульдога. Резолюшн отправляется в таверну. Перед смертью, правда, забрал мидера, но подарил Адмиралу Бульдогу. И деньги тебе, и Экспириенс, и Адмирал Бульдог. Я думаю, забульдожит, честно говоря, команду Эмпайр. В итоге. В его руках Фурион, ну, это просто... Это вообще, это чудо какое-то. Тут как ни крути, в годы берут свое. Моложе мы не становимся. Отбирал Бульдог, как играл элитно на Фурионе, так и играет. А здесь еще и Фуриона подняли. Здесь теперь и Аганим сам по себе крутой. И всякие крутые штуки. Для любых интеллектуалов, в частности, для Нейчерс Профита. Ну, кстати, по классике идет Нейчерс Профит от Адмирала Бульдога. Плевать ему абсолютно на Аганим. Ни разу не видел, чтобы Адмирал Бульдог его собирал. Плевать ему на какие-то дополнительные Акторин, Корин, например, и прочую ерунду, которая ульт, например, бустила бы. Нет, ничего этого не интересует. Его интересует максимально крутой пуш. Его интересуют третий Некрономиконы. Ему интересует Даггер. И ему интересует возможность по всей карте летать. Ну что, Сайлент забирает у нас в итоге Дазла. Дазл в таверну. Налога по Элвасу на Флай. Отпевается Элвасу на Флай через стики. Отъедается, точнее. Ну и все, Лода успела у нас дать стан по земле. И Лода сам у нас через Боттлф. Фактически с Фуловой будет сейчас. Бежит дальше за Сайлентом. И Сайлент, скорее всего, здесь приехал. Пошел Сноубол. Сайлент в итоге разваливается. Кто же здесь мог бы быть? Адмирал Бульдог. Адмирал Бульдога забирает Алуха Дэнс. Счет становится 5-6. В пульду команда Альянс. Пофайтились тут 756 в 754. 893 голды зарабатывает Альянс. 500 Эмпайры. По экспириенсу 610 против 580. Всего ничего тут. Плюс для Альянс 30 эксп. Мало. В любом случае Альянс выглядит пока что посерьезнее. По золоту. Плюс 1000. И по экспириенсу 0. Но графики на стороне команды Альянс. Да, Эмпайр должны выиграть. Но не факт, что выиграют. Все-таки Альянс. Йоку загнал у нас в итоге Пайката. Пайкат пришел в счастье сказать. Ну что, ну кто здесь еще может быть, кроме Адмирала Бульдога? Еще один удар по Йоку. Йоку опивается батлом. Все, спруты пошли. Видят. У нас Йоку. Йоку на ОХП. Старается делать тэп-аут. И не улетает. Нейчерс Профит знал, куда нажать. Вы понимаете, насколько это мощная штукенция, этот Адмирал Бульдог. И вообще все его, весь его контроль. В это время у нас файт. Сейчас к Адмиралу Бульдогу я вернусь еще. Минус 3 делает команды Альянс. На разных частях карты Йоку у нас развалили в сложной. И на легкой минус 2 делает команды Альянс. Так вот, Адмирал Бульдог. Теперь показываю, как бы раково я здесь смотрелся. Понятно, что где-то здесь делает Ак стэп-аут. Адмирал Бульдог, имея, даже или не имея автоатаку, прокликивает у нас бежать ровно за первую елочку. Вот сюда вот, за первые елки, чтобы, как только ты заходишь в тень, моментально дать удар. То есть на Ичерс Профита не висит какая-то команда еще на более длительные действия. То есть проходить куда-то в конец, врезаться в акса головой, разворачиваться, вспоминать, что надо ударить. Нет, ничего такого, просто подходишь. Ну, то есть эта мелочь определяет уровень игрока. Эта мелочь определяет то, насколько Адмирал Бульдог крутой. Не только на Фурионе, но в принципе. И все, Адмирал Бульдог, тэп-аут. Берсеркер Колл у нас пошел от Йоку. Агрит на себя Адмирала Бульдога, ну и старается улететь у нас. Адмирал Бульдог, у него это сделать получилось. Баттл Хангер от Акса в 2. Берсеркер Колл в 1. Но этого не хватило, чтобы развалить у нас Нейчис Профита. Даже юзать ульту не стал Акс. Понятное дело, что не пробивал. Сайлент под Амплифай Дэмэджем. До сих пор нет фейсбутсов у Сайлента. Факин Мэтт ловит у нас Сайлента в Найтмэр. Лода, стан по Сайленту. Стан по Олвейсу на Флайе. Ну и здесь Резолюшн в никуда Соник Вейв. Резолюшн под Амплифай Дэмэджем. Маны нифигища нет. Скрим оф Пейн единственный скилл, который сейчас есть у Резолюшена. Ну и надо отсюда просто-напросто валить. Да, неудачно подралась Империя. Выигрывает Альянс. 2000 по золоту и по Экспириенс. Так, у нас драка-то продолжается. Драка продолжается. Алоха Дэнса у нас убили. Убили Сайлента и убили Олвейсу на Флайе. 3 в 0 подралась команда Альянс. Просто на топ-лейне минус 3 делают. 1000 голды зарабатывают. 900 Экспириенса. Ну какой-то развал от Альянса. Прямо Империю они вообще тут за команду уже не считают. 2 с половиной. Даже больше Альянс по золоту. 1500 по Экспириенсу. Все великолепно у шведского коллектива. На данный момент. Плюс Пайкат пришел подфармить. Есть в принципе пауэршот третьего левела. Бей не хочу. На тебе пауэршот. Ну и скелетон варьеров тут на закуску команда Альянс забирает. По голде Альянс. Я думаю через 3 перевалит. По Экспириенсу уже через полторы перескочили шведские игроки. Ну не просто шведские игроки. А в данном случае шведская команда. Это факт. Потому что смотрится Альянс правда как команда та самая. Очень хочется мне чтобы набрали анимацию. Даже не знаю. С одной стороны неплохо бы от Европы все-таки Нави увидеть на Интернешнл. С другой стороны Альянс тоже тут. Положа руку на сердце. Не хуже коллектив. Он сейчас мне кажется даже поинтереснее чем Натус Винсер. Как бы я не топил тут всю свою сознательную жизнь за Натус Винсер. Альянс мне кажется зажгут помощнее если попадут на Интернешнл. Потому что все как-то у Нави то подушка как лягушка. То одеяло убежало. Все как-то наперекосяк идет. Глянем. Может быть к Инту соберутся. Все-таки буткемпы никто не отменял. И все это вещь полезная, нужная. Но способны ли Нави на это не знаю. А вот Альянс всем своим видом показывает что способны. Просто дайте нам возможность потренироваться. Мы тут Адмирала Бульдога идеально впишем в наш коллектив. Донный потянемся до его уровня. И тогда все. Все прячьтесь. Альянсы идут за денежками вашими. Так, репортим лоду. Нельзя. Нельзя жаловаться на игрока. Поэтому лоду зарепортить мы не сможем. Ну что, у нас пошел файт. Еще один килл от команды Альянс. Факин Мэтт забирает такса. Конечно же здесь не обошлось без Адмирала Бульдога. Он уже здесь. Пытается поймать у нас Always One A Fly. Стопит его энтами. И смотрится это прям чудовищно хорошо. Дальше с Always One A Fly. Ну спруты от Адмирала Бульдога обходит у нас Always One A Fly. Спруты ставит и будет видеть у нас Always One A Fly. У него нет ТПшки. Все, флая зажали. Флай не знает, что делать. Есть деревья или не есть деревья. Да здесь энты. Ну, переключаться не будем. Там туз, правда, еще на лох и п развалился. Ну это минус 4 от Альянс. Кто говорил, что там команда Эмпайр разорвет Альянсов? Не в этой, наверное, игре. Есть подозрение, что счет в итоге данным Best of 2 станет 1-1. По Галде Альянс выигрывают 4,5. По Экспириенсу 3 с копейками. И посмотрите на Nature's Profit. 3-1-6-49 крипов. Девятый левел. NetWars на карте номер один. 4-250 выигрывает Адмирал Бульдог. Это он еще пушить не начал. Это у него 2000 непотраченных. Это 2000 находятся у него, в принципе, в активе. Просто на карманные расходы. Вот уже появляется Бливин Став. Теперь с Оркедом. Точнее, когда будет Оркед. Поубийственней будет сам по себе Nature's Profit. А вот он не начал пушить. Он не начал зарабатывать у нас на других линиях деньги в виде крипов. Не стал забирать товара в соло. Ничего такого. Десятая минута. Какие товара? Совесть имеете. Только 4-й Инты, 3-й Телепорт, 1-й Спруты и 9-й левел. Мало еще. Так вот, тем не менее, у нас Адмирал Бульдог на Nature's Profit просто бьет с руки. Пауэр Трэдс у него до недавнего времени было. Роуп оф зе Мэджи. Хэпа ни хренища нет. Nature's Profit никто убить не может, а он тут прям мастер. Все, еще Бульдог пошел у нас... Пошел у нас... Руху разваливать вместе с Лодой. Инты потанкуют. Под Амплифайм дэмджем несложно, в принципе, будет Рошана убить. Ну, видим, что примерно через секунд 10 у нас Роха развалится. Но это я тогда говорил, сейчас уже через секунд. Все, нет у нас. Рошана Аэгис подбирает Слардару. У Слардара до сих пор нет Даггера. Может быть, потому что нет смысла врываться. Может быть, потому что в любом случае команда Эмпайр вынуждена давить. Ты прыгаешь на них, ты даешь штан, они все собираются в сноубол. И стой, как дурачок, 5 секунд смотри, как они в сноуболе тусят. То есть, в любом случае, а если наоборот, то в любом случае команда Эмпайр будет целиком и полностью подкатываться у нас к лоде. Подкатываться к лоде на самом деле очень убийственно для команды Эмпайр. Они подкатились, лода выходит из стана, бьет по земле, все стоят в стане вокруг лоды. Смотрят, как Слардар у нас разваливает всех и каждого. Так что, конечно, Эмпайр здесь немножко на место были поставлены пиком Слардара. По-моему, одно из крутейших движений команды Альянс касательно пиков. Пайкат будет пытаться ловить Йоку. Вот она, Адмирал Бульдог. На тебе спруты, я тебя не закрываю в них, я тебя просто заблочу. Келлинг спри для оффлейнера команды Альянс. Да, Hs Profit просто вообще выше всяких похвал. О, 5720 для Адмирала Бульдога, 5400 для лоды Йоку на аксе на третьем месте. Но Йоку сейчас в таверне и он просядет по фарму тут безусловно. Альянс, 7000 золота, 4,5 по экспириенсу. На трястной минуте, по-моему, многовато. Для Адмирала Бульдога уже есть Оркит. 12 минут 40 секунд. Тапок Оркит. Прям великолепно. Все, по артефактам давайте пробежимся. Справа налево Адмирал Бульдог. Уже с готовым Оркитом, уже с Пауэр Трэдс. У Слардара в это время есть Вангвард. 1100 на руках, Пауэр Трэдс. 1250, короче говоря, 1000 лоди остается до Даггера, если вообще будет. Алоха Дэнс у нас в Сноубол входит. Йоку агрит на себя Факин Мэда. Алоха Дэнс в арвисты в кого-нибудь. Да, Грейв, в принципе, фиолетов Йоку. Акс разваливает у нас с Факин Мэда. Дальше еще и минус Дазл. Пока что минус 2 возвращается у нас в Факин Мэд. Должны убивать Лоду. Йоку нет маны, бедняжки. В Найтмэр отправляет у нас Йоку. Ну и что Лода? Будет Йоку убивать? Так будет же, скорее всего. Разваливает у нас на Ло ХП Лода. 30 ХП у него остается. Тут тебе Адмирал Бульдог прилетел. Тут тебе развалили в итоге Йоку. Развалили у нас Алоха Дэнс, Олвисуна Флайя, Сайлент и Резолюшн. Бегом отсюда бежать. Куда ты летишь, Бульдог? Сколько можно? Бульдог пошел в соло разваливать Сайлента. Ульта от Бульдога, Сайлент умрет после Оркада. Все. Доминейтинг стрик для Ночи с профит. А это ГГ прям ВП при ВП. Смотрится просто феноменально. Коммент все Адмирала Бульдога. Подписывайтесь на него. Следите, как играет этот оффлейнер. Учитесь. Время идет. Адмирал Бульдог не стареет. Алоха Дэнс. Подключился к дефу Тауэра на медлейне. Без Тауэра и без Алоха Дэнс осталась команда Эмпайр. По голде. 7500 Альянс. По экспириенсу 6000 тоже для команды Альянс. Факин Мэтт. Ловит у нас Найтмэр Йоку. Ждут его уже здесь. Лода его ждет. Тебе, пожалуйста. И Аки. Все его ждут. Ну и что? Будет агрить на себя. Смысла никакого. Амплифай дэмэдж первого левела. Первого левела и так долбошит команда Альянс. Да, это вот тот вариант, что как же они. Очень жесткий Альянс. Сейчас выглядят. Вы видите, что темп задают такой, который Эмпайр просто-напросто не выдерживает. Пошел на сноубол в Аки. Аки будут ловить. Грейф, если что, у Аки есть. Без Йоку Аки не пробить. Где Грейф? Аки. Вот он, Грейф Аки. Приземляется после Валрус Панша и готов файтиться дальше. Подхилил себя. Подхилил тиммейтов. Ульта от Бульдога. Минус 4. Делает команда Альянс. Я даже не знаю, что тут особенного говорить. 10 с копейками. Выигрывает Альянс по золоту. 8 тысяч по экспириенсу. Эмпайр смотрится бедненько. Бедненько. 5800 пайкат. 7500 лода. И 8400 у Адмирала Бульдога. ГГВП. 15 минут. 33 секунды. Это команда Эмпайр. Еще стальные нервы проявила. Показала, что не будут они писать ГГ. И сразу как станет все ясно. А все ясно стало еще минуты 4 назад. Ну вот вам и Альянс. Вроде Эмпайр такие мощные и примощные. А посмотрите, что происходит. 6-1 Нейчерс Профит. 6-1 Слардар. 6-1 Факин Мэтт на Бэйне. 3-2 Винд Рейнджер. 4-4 Даззл. Ни одного негативного КДА. Ни одного вообще. Верка тут убила меньше всех. Но при этом 11 ассистов. Класс. Чудо из чудес. Смотрится все прям с загляденья. Ну что. Небольшая пауза у нас. Я думаю минут 15. Мы пока переподключимся. Пока что графиком музыка. Мы подключимся на матч между командами Секрет и командой Вичи Гейминг. Тот матч, который был ночью. Который нам не удалось стримить. Да и никто, как обычно, не дал бы нам его стримить. Вот. И подключимся на него в прямом эфире. Откомментируем. Вдруг вы вчера не смотрели. Но это была Глубокая ночь. Какие нормальные люди Глубокая ночью будут Доту смотреть. Все. Услышимся через небольшой промежуток времени. Пока что не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Все. Подпишитесь на Твич. Там дальше поговорим. Услышимся через минут 15. Максимум 20. Собирайте друзей. Игра обещает быть интересной. Там катка Best of 3. Все три матча. Все прям ужас как хорошо. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok